Галерея «Рот и Плёс» представляет выставку в ЛАМ художественных образах в залах Российской Академии Художеств. Выставка включает около 50 работ российских художников из различных регионов страны. Выставка создана по итогам поездок художников на святой остров Валага. Я хочу поблагодарить на месте как Валагского монастыря епископ Троицкого Панкратия и егуми, в ходе которой всегда принимали делегации наших художников в монастыре. Хочу поблагодарить спонсоров. Это представители общества «Русской живописи» и компании МАКС, которая финансировала проекты. Представители компании «Водоканал Санкт-Петербург» В общем, поскольку благодарность, конечно, тем художникам, которые участвуют в творческих поездках и галереях, потому что это замечательные вестера, которые народуют с большой отдачей, душой. Некоторые наши гости бывают, совместные в творческих поездках они видят какое-то рвение и стремление создать замечательный образ русской православной России. Я хочу бы сказать, что наш проект, он не только заканчивает слова, он будет подключать из себя еще новые идеи. И буквально завтра мы приезжаем в новую творческую поездку, это в Троль Сергея Варгинский, в Новостолине, потому что через два года будет сейчас 830-й Сергея Радонежского, и галерея приглашена к участию в этом проекте по созданию коллекции к юбилею святого Сергея Радонежского. Один из участников вышли в детстве Сергей Сергеевич Валтушко, у нас тоже есть представление для небольших мастерных этюдов и графические окравления листы. Сергей Сергеевич Валтушко, конечно, художнику приятно, когда его картины висят в Академии художеств. Это, наверное, большое достижение, но художник не всегда доволен тем, что он сделал. Это определяет, в общем-то, его поведение и все дальнейшее. Я хочу поблагодарить Всевышнего и наших друзей в галерее «Золотой плес», что они дали нам возможность побывать в этих святых местах и нам проявить себя как художника. И как результат, естественно, я очень доволен, что я здесь нахожусь. Спасибо большое, Игорь Анатольевич, и всем нашим друзьям. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня все мы испытываем, никто еще не посмотрел, испытает удовольствие от того, что представили здесь прекрасные русские художники. Деятельность «Золотого плеса» на протяжении уже почти 10 лет. Я думаю, десятилетие, которое будет в следующем году, будет отпраздновано достойно, и все мы там увидим новое достижение этого коллектива. Эти усилия были направлены на укропнение традиционной русской школы жирописи. Мы на базе галереи «Золотой плес» вокруг Игоря Анатольевича, в третьем село, создали общество любителей русской жирописи, которые проповедуют ценности сугубо традиционные. И очень рады, что на этой выставке вы увидите не худшие, если даже не лучшие образцы такой жирописи. Любая галерея имеет свою концепцию. Вот концепция галереи «Золотой плес» — это то, о чем я вам сказал. Классическая традиционная русская жирописи. И это очень немало, потому что чаще направление деятельности галерей, оно довольно аликтично, и поэтому внимание к выставкам проводимым сильно размазывается. Здесь такой наносится мощный удар в направлении высвобождения красоты, в чистом ее виде. Я как бы завидую всем нам, что мы сейчас пройдемся и посмотрим все эти картины. Спасибо. Слово предоставляется Дмитрия Евгеньевичу положительного университета. Спасибо. Ну, было место совершенно особое. Кто бывал хотя бы раз, или даже имел возможность по выставкам, по репродукциям, по фотографиям, познакомиться с этим удивительным местом, но понимаешь, что там какая-то особая атмосфера. Север вообще, русский север, это особая область, насыщенные каратские, удивительные совершенно фантастические какие-то контрасты, контрасты вопреки расхожему мнению, что все контрасты у нас слышны где-то на юге, а север такой северки. Нет. Русский север, он очень яркий, очень звучный, а волна отличается от какой-то особой действительно стати. Ну, здесь, наверное, можно было бы в мистику впадать, то сказать о том, что это какое-то богоизборное, огромное место, но это с одной стороны. С другой стороны, сама география этого места, микроклимат, особая прозрачность воздуха, особое какое-то качество цвета, действительно, нами туда художников ищут давно, и совершенно закономерно, что такая пилерейка «Золотой Плёс», поставившая себе основной целью возрождения и поддержания русских жиробистов традиций, организовывает уже на протяжении ряда лет туда поездки, работа на пленэ. А здесь несколько десятков работ с этого места. И вот кто посмотрел уже, или сейчас пойдет еще посмотреть, обратите внимание на то разнообразие мотивов, в состоянии, которое это место дарит художнику-то и всякому человеку, приезжающему туда, и, так сказать, с какими-то эстетическими потребностями, либо же с духовными голосами, как паломник, отправляясь, действительно, к святыням, к наволенным местам. Маэстрия аквареля Алдошкина, скромная, но такие точные, очень конкретные работы Володи Ахиншина, и подробные, раскованные, очень музыкальные, и подсветные, и по пластике, интюды Сергея Коронина из Ярославля. Это вот маленький кусок экспозиции. Можно такие выборки делать в долгих годах, и увидеть какие-то новые грани вот этого переживания натура. Ну и еще, конечно, одна очень важная вещь, это то, что галерея работает с художниками из разных городов, поэтому я считаю, что выставка у Танаса, выставка, это действительно, ну, маленькая, но победа. Традиция эта наиболее актуальна. Я поздравляю и художников, и организаторов этого проекта. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ